Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Артур Элсли. Артур Джон Эсли, английский художник поздневекторианского периода, известный своими идиллическими жанровыми сценами, с игревыми детьми и их домашними животными. Он давился большой популярности при жизни и большая часть его работ появлялась в календарях, журналах и книгах. Я пользуюсь переводной википедией. Родился в Лондоне, был одним из шести детей Джона Элсли, кучера и художника-любителя. Отец Элсли выставлялся на выставке Британского института в 1845 году. Когда Артуру было всего 11 лет, он уже успешно изучал животных во время частых посещений Лондонского зоопарка. В 14 он поступил в школу искусств Южного Кенсингтона. Примерно в это время его зрение ухудшилось. Занял должность стажера в школе Королевской академии в 1876 году. Большое количество картин были вдохновлены эскизами, сделанные во время частых велосипедных поездок по сельской местности. В 1878 году он выставил свою первую картину под названием «Портрет старого пони» в Королевской академии. Некоторое время оставался в школах академии, а затем начал принимать заказы на портреты детей и собак с акцентом на лошадей. Познакомился с Фредериком Морганом, популярным художником для детей. Но через некоторое время отношения между Элсли и Фредериком Морганом были испорчены, когда Морган обвинил Элсли в использовании его идеи. Женился на Эмиле Фудзееву, своей троюродной сестре, которая работала для него моделью в течение десяти лет. У них была одна дочь, Варджори, которая позировала для многих его картин. В Первую мировую войну создал всего четыре картины, но внес свой вклад в военные усилия, работая над бомбовыми прицелами на заводе боеприпасов. Умер у себя в Тенбридж Уэллсе 19 февраля 1952 года. Ну вот так вкратце, конечно, о английском художнике Артуре Джоне Элсли. Смотрим картины. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok